ВНЕЗЕМНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ Однажды дворник, обслуживающий подворотню и подзаборье союз распространения академической книги, Срак, поздно ночью возвращался из забегаловки, где он вместе со сторожем из политического управления пустяками, Пуп, пропивал выручку за 50 тонн сочинений старого заебана, сданных в макулатуру. Дворник был в дребезину пьян и свалился во дворе перед дирекционным корпусом так, что его левое ухо оказалось плотно прижатым к крышке канализационного люка. Прочухавшись под утро, он услыхал подозрительные звуки в канализационном колодце, как будто там кто-то ходил, разговаривал и скребся в стенки. По всей вероятности, там кто-то есть, подумал дворник. А вдруг опять интеллигенты появились? Нарисуют еще что-нибудь такое? Стежки придумают и распевать начнут. И дворник доложил обо всем участковому. С пьяну небось почудилось, сказал участковый, и наложил на дворника дисциплинарное взыскание. Так бы и кончилось это дело ничем, если бы не сторож из Пупа. Расставшись с дворником, сторож поплелся в свою коморку и по дороге свалился в яму, которую еще при старом заебании вырыли перед зданием Пупа для какой-то важной цели. Но потом забыли, для какой именно, и потому засыпать яму не имели права без особого распоряжения. Да и средств на это уже не осталось. Падая, сторож сломал шею не в переносном, а в прямом смысле слова. Когда его через неделю вытащили из ямы, он прошептал, что в яме кто-то есть, и умер. Благодаря этому трагическому событию должность сторожа оказалась вакантной, а заявлению дворника пришлось дать ход. Сотрудники ООН установили повсюду подслушивающие аппараты. Действительно, по Дыбанскам идет какая-то подозрительная возня, признали в ООН, но разобрать ничего не могли. К делу подключили Академию. После многих десятков лет скрупулезных исследований с помощью новейших вычислительных машин системы ПИЗ-1, подлинный интеллект Заебана-1, всеебанский широкозахватный институт внеземных цивилизаций, ВШИФЦ, пришел к заключению, что такую систему звуков не может издавать не только сознательное, но и вообще живое существо. Результаты исследований были опубликованы в 50 томах и имели успех. Как ни крути, говорили промеж собой довольные ибанцы, а мы, ибанцы, единственные разумные существа во всей вселенной. За выдающиеся научные открытия в области внеземных сношений ученым, кому следует, конечно, выдали премии и присвоили звание. На этом бы все и кончилось. Наука ибанска очередной раз покрылась бы неувидаемой славой и вписала бы еще одну славную страницу в мировую науку, если бы не МНСБС-балда. Просматривая, перед тем, как выбросить на помойку первый том отчетов в Шивца, Балда на первой же странице в первую же секунду расшифровал знакомые и привычные выражения «Вашу мать», «Пошел ты в Ж», «Иди ты на» и тому подобное. Открытие Балды было настолько убедительно и очевидно, что замять его не было никакой возможности. Если немедленно не признать его, к утру каждый школьник ибанска будет выдавать его за свое собственное. Состоялось экстренное заседание ученого совета жопа, на котором сам директор доложил о своем открытии. Сомнений быть не могло. Через несколько минут ибанское радио и телевидение объявило об экстренном заседании пленумоисполнительной власти академии «Пиво», на котором с чрезвычайным сообщением выступит сам Заибан. И ибанцы тут же услыхали взволнованный родной голос Заибана. «Граждане Ибанска, братья и сестры, матери и дочери, отцы и дети, свинарки и пастухи, гангстеры и филантропы, к вам обращаюсь я, друзья мои. Сегодня для нас всех великий праздник. Только что под нашим мудрым руководством наши славные ученые при поддержке народных масс открыли внеземную цивилизацию, населенную разумными существами. Призываю вас хранить спокойствие и выдержку. Наш народ привык к трудностям. Я уверен, что вы с честью выдержите и это испытание, выпавшее на вашу долю. «Будьте бдительны, если заметите где-либо появление интеллигентов, принимайте экстренные меры». Речь Заибана была выслушана с полным пониманием. Хмыря отвели в участок, балду взяли на работе. Но выпустили. За балду поручился коллектив. Хмыря выпустили, исходя из каких-то далеко идущих планов. Выйдя на свободу, хмырь и балда отправились в забегаловку. По дороге они прихватили учителя, который устроился на освободившуюся должность сторожа в пупе.